И на студии сегодня удивительно интересные люди. Это Мадияр, кондуктор 74 маршрута и заместитель директора GreenBass Company Абдибек Укибаев. Здравствуйте. Доброе утро. Прежде, наверное, я расскажу небольшую историю о вас. О Мадияре в частности. Ну, естественно, и о компании GreenBass, потому что у них работают такие удивительные кондукторы. Значит, где-то месяца примерно два назад я ехала в автобусе и увидела этого молодого человека. Ну, кондуктор бы, казалось бы, и кондуктор выдает билетики, берет денежку. Но дело в том, что у него был настолько искрометный юмор, что он в то утро сделал мое утро, как сейчас говорят. В общем, я весь день была в очень хорошем настроении. А потом я еще раз увидела этого человека опять. Я законспектировала, опять все выставила на Facebook. И, в общем-то, начался ажиотаж. GreenBass Company стали искать этого кондуктора. Ну, так как невозможно же описать человека, да, ее фотографий же нет. В общем, мы его нашли. Это Мадияр. Мадияр, скажите, вот вы когда видите человека, какие-то ассоциации возникают? Каждый день же перед вами люди мелькают, причем разные люди. Ну, это зависит от того, что настроение должно быть всегда хорошее, потому что у нас работа такая. Потому что мы работаем с людьми, с обществом. И у нас нет вот такого вот «ты хороший человек, ты плохой». Потому что все оплачивают проезд. И все. Точка на этом. Нет, ну вы говорите, вот смотрите, люди же разные заходят в автобус. Знаю, я сама иногда еду с работы злая-злая. И там что-нибудь не так, так и хочется крикнуть. У вас всегда хорошее настроение. Причем с утра. Вот как? Вот есть какой-то секрет? Секрет? Да, ну как быть все время в хорошем настроении? Или вы просто относитесь к этому, как к работе? Это и есть работа. Ну, многие же ходят на работу, вот опять работа. У вас такое бывает? Нет. Опять эти люди, опять эти лица целый день. Почему? Эти люди. Вы сами себе эту работу выбрали? Да. Вот чем она вам нравится? Вот чем может нравиться работа кондуктора? Чем нравится? Не сидишь на одном месте, это раз. Во второе, видишь разных людей на всех, как это можно так сказать? Всех людей с любыми характерами. Ну, стараешься найти к любому человеку подход, который ему нужен. Это не обязательно, что он без настроения, с настроением. Вот наша работа, это как идет? Вот зашел человек, он с утра, вот с утра, если у него хорошее настроение, у него до вечера будет это настроение. Я просто хочу просто поднять кому-то настроение, потому что я всегда сам себе поднимаю настроение. Вот от этого, может, и пошло это. А вот эти шутки, ваши прибаутки, во время работы, они как-то спонтанно возникают сами собой? Потому что у вас рот не закрывается. Причем вы заставляете весь автобус слушать себя. У каждого человека ориентир идет разный. Вот, например, у нас автобус остановился, надо сказать эту остановку, потому что кто-то может заранее подготовиться. Некоторые вот думают, что будут готовы к этому. Или задумаются себя. Задумаются, кто за телефоном сидит, это уже разные вещи. Просто это, как вы говорите, спонтанно выходить, это да, просто, вот, например, я у вас взял 70 тенге, простые 70 тенге, если вот так посудить. Вы же не одна заходите, у вас много заходят. Это все надо успеть. И поэтому это все спонтанно, можно так сказать. Или можно так, просто для того, чтобы не задуматься и вникнуть в это, я просто это все шуткой закрываю и все. Удивительно другое. Удивительно то, что, ну, то, что я заметила, что, ну, кондукторов-то много на разных маршрутах. И это дело происходит механически, да. Отдал деньги, там, взял деньги, отдал билет, взял деньги, отдал билет. А у вас получается это, знаете, вот вы к каждому человеку какой-то подход находите. Вот вы сейчас сказали, что вы видите человека. То есть вот как, это уже автоматически сканирование какое-то, без этого психологам же надо быть, с одной стороны, кондуктору, правильно? Ну, не знаю. Если честно, не знаю. Мы просто к этой работе привыкли. Я работаю сначала, как вот открылся Гринбурс, я работаю сначала. И уже мы, всех этих людей уже, ну, как вы имеете в виду, сканирования нет. Это просто темпы характера, который человек заходит. Уже понимаешь, вот, ну, у каждого свои проблемы. И от того, что, например, кому-то эту проблему выше не поставить, ему настроение не убить. Лучше его поднять, чтобы он либо хорошо доехал, либо просто сидел тихо. Вот от этого, ну, стараемся, чтобы у всех клиентов было хорошее настроение. Ну, Гринбаз проводит какой-то отбор кондукторов или как-то вот работает с кондукторами? Ну, отбор всегда происходит, потому что многие, ну, некоторые не успевают утром на работу. От этого все происходит. Вот, я стараюсь никогда не опаздывать. Ну, это уже мой, можно так сказать, стимул жизни. Во сколько начинается рабочий день? В 6.40 начинается. Вы уже должны быть на рейсе, да, на маршруте? Нет, в 6.30 мы уже должны быть в парке, потому что даже до 6.30, потому что каждый маршрут уже начинает кто сначала, кто с середины, кто с конца. И сколько времени на маршруте вы находитесь? Один круг имеете в виду? Нет, до вечера. Вот сколько времени? С утра до вечера? Вот в 6.30 у вас начинается рабочий день? 6.40 начинается и около 9 кончается. Вчера. Ну, это 14 часов минус... На колесах, бесконечное общение. Я, знаете, может, удивитесь, я тут записала за вами некоторые фразы, но просто не могла не записать, потому что я журналист, я наблюдательная. Я зачитаю, да? Можно, да? Зачитайте. А значит, спасибо за оплату, билет найду, отдам. Вам далеко ехать? Ой, еще успеем познакомиться. Передняя площадка, кричим, ура, у нас место освободилось. Девушка, я, кажется, вашу сумку медленно ворую. Ну, вот это вот ваши фразы. Вы наверняка это не помните, я думаю, потому что все происходит... Я помню. Помните такие фразы? Нет, просто понимаете, эта фраза идет, да, автоматически. Просто у нас, когда людей много, большинство женщин сумки держат сзади. Вот, когда назад проходишь, эту сумку обязательно у тебя спереди стоит. Чтобы пройти, ее надо тронуть. Вот в час пика, я вообще не представляю, как кондукторы протискиваются, да, но это реально, это надо протиснуться между стоящими. Ну, это... И всякие бывают моменты. Можно так сказать, это профессиональная этика. Просто надо найти подход всем людям, которые там стоят. Там не обязательно стоят только студенты, только взрослые. Там стоят, можно так сказать, все поколение, которое имеется в этом городе. Ну, вы знаете, вы так можете красиво попросить молодых людей уступить место старушке, не задевая ничьего достоинства. Они даже сами, по-моему, рады встать и бабушку пропустить или девушку пропустить. Это просто рабочая этика. Ну, это на самом деле... Эта этика идет с начала всех времен. Уважать просто старших. А от этого уже у нас идет. Ну, маленькая есть фраза. Уступите девушке в пенсии, которая хочет сесть. Да, еще вот. Молодые люди, пропустите старушку. Вот здесь девушка такая добрая, вежливая, хочет ей место уступить. Ну, то есть девушка поневоле, даже если она и не хотела уступить. Ну, я эту фразу сказал просто после того, как она уже встала. Весь интерес в этом. Если я бы сказал до этого, она, возможно, уже как-то отреагировала, что ли, или как-то обиду на мне. Я просто нашел тот момент середины, чтобы никто не обиделся. Нельзя задевать чувства людей. Ну, задевать чувства людей – это не наша компетенция, можно так сказать. Помните какие-то такие интересные случаи, которые вот запомнились, врезались в память? Ну, врезались в память, если честно, у меня флешка для этого не существует. Каждый день уникален? Ну, что поделать. Ну, вот, когда приходите вот с работы домой, как ваша нервная система? Не знаю, вроде бы хорошо. Все спокойно? Спокойно. Ну, то есть вы как-то иначе вот к своей работе относитесь? Я говорю, люди разные. Бывают нервные кондукторы, что говорить? Ну, правда, бывают. А бывает, так тебя заведут в этом автобусе сам кондуктор, что ты выходишь оттуда, быстрее бы убежать просто. Бывают такие люди? Просто бывают. Это можно выразиться как? Большинство людей, которые садятся в автобус, они стараются, ну, как это можно так культурно выразиться, качают свои права так, чтобы было им лучше, а не нам. Но мы-то работаем ради них. Они этого не понимают. Вот взрослые, которые садятся, вот уже поднимаются, а ты стараешься уже найти подход к этим людям, чтобы они, можно так сказать, просто хорошо доехали туда, куда им надо. Потому что и они не знают, и я тем более не знаю, что их там ждет. Так оказалось, мы вас все-таки не зря искали, потому что награда нашла своего героя. Правильно я говорю? Правильно. Какая награда ждет нашего героя? Мы объявили награду от имени компании Гримбасс. Вот телефон сотовый и похвалили 10. Можно сейчас? Да, конечно, мы только рады будем. Спасибо. Фанфары должны тут, и вот я одна, я надеюсь, зрители поддерживают сейчас вас своими аплодисментами. Ну, может быть, вы пригласите на свой маршрут? Какой номер вашего автобуса? Ну, у нас автобус 74-й, а номер автобуса 335-й АК. Милости просим. Добро пожаловать. Нам позитив. Что бы вы хотели пожелать всем-всем нашим телезрителям с утра? С утра что пожелать? Счастливого дня, побольше улыбки, и самое главное, лучше не грустите. Грусти – это плохо. А вы бы что хотели пожелать всем? Хорошего настроения и удачи. Удачи. Спасибо большое. Ну и Мадьяр, мы вас тоже не можем отпустить с пустыми руками. Вообще у нас со студии никто с пустыми руками не уходит. Поэтому у нас тут вот рояль в кустах, небольшой презентик. Пожалуйста, от фирмы Визит. Спасибо. И вам от фирмы Визит. Спасибо. Спейте на здоровье. О! Я все в мире. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Всего доброго дня. Субтитры подогнал «Симон»